всем привет доброе утро мы находимся в городе чон мьян приехали вчера поздно вечером уже заселились в отель и сразу уснули но сегодня мы приехали в такую интересную локацию и если я с человек сибири меня льдом удивить то корея меня этим удивить поэтому мы приехали сегодня посмотреть кстати зовут пять лет жизни в корее первый раз зимой приехал на такой фестиваль поэтому пойдем посмотрим что за там и покатаемся на горках мы заранее на сайте приобрели билетики потому что так немного выгоднее сейчас их обналичиваю заходим и здесь сразу раз и снег есть интересная локация сейчас пойдем все посмотрим здесь идем на горки не посмотрели сначала территорию всю поэтому решили начать с горок сейчас пойдем посмотрим как это крески горка кататься так выглядят в корейские искусственные горки интересно ни разу не каталась все конечно контролируют чудо зима чубы раке кататься пока человек не уйдет так опускается и поехали скатились первый раз горки даже поначалу страшно потому что нас перевернула мы поехали задум спину точнее но было классно поэтому идем на второй заход здесь на территории везде сделаны такие глыбы изо льда это такое популярное место где фотографируются люди сейчас тоже будем делать фотки кто-то играет снежки мы конечно не знаю как снежки играть они все-таки твердые сейчас на всех горках и на аттракционах 30 минут перерыва поэтому у людей сразу внезапно стало очень много поэтому просто пойдем погуляем по территории пойдем в такой тоннель не знаю что там наверное изо льда тоннель очень маленького размера поэтому же идем на выход он причем еще выход и вход с одной стороны только поэтому выходим отсюда так как еще теплая погода и все на голову капает лед весь тает здесь видимо установлены насосы которые берут из ручья воду и уже брызгают на деревья чтобы образовались такие льдины интересно устроена конечно часто как перерыв все гуляют здесь тоже небольшие горки на горки больше для детей конечно сделаны и я так понимаю одна большая только на котором катались смотрите все таки как красиво сделали вроде бы не из чего буквально на деревья воду набрызгали но все равно как классно прямо такие сосульки красиво все выглядит вот умеет делать не из чего конечно умеет ничего не скажешь здесь из разных мультиков сделаем такие снежные фигурки вырезаны правда мультики не знаете что-то не могу вспомнить а вот еще дракон кажется вырезанный снега символ этого года здесь уже с этой стороны конечно обсыпается ветер дует и льдинки уже падают так как 18 числа фестиваль здесь заканчивается уже не будут ни брызгать ничего все растает уже здесь уже не так красиво смотрится поэтому идем дальше замок здесь еще знаю каштан кажется жарит где-то на огне сейчас пойдем посмотрим какой маленький гость все фотографируется это чисто как по-корейски лицо за кровать фотографируется корейский стиль а вот есть каштан и вот их на костре жарят в таких щиточках и как это называется здесь помимо того что каштан жарят и силу к сладкую картошку готовить возможно сейчас возьмем если на лиску найдем да возьмем готовить в таком аппарате очень много какой-то рыбки их выращивают похоже что-то на ротанов из озера на их вылавливают здесь и сразу же жарят правда вылавливают очень как-то тяжеловато а вот попалась такая маленькая рыбка здесь оказывается дают три минуты только и кто успел выловить тот и какой у какой улов выбрали в общем выловили за это время тот и забираете с собой так ограниченное время еще а ее так трудно поймать она такая извилистая развивается и сейчас они кстати пойдут готовить вот здесь рядом готовят сразу масле обжаривают и там можно сразу покушать но а мы идем дальше продолжаем наш путь здесь конечно грязь еще то снег уже подтаивает ну что 1230 пробила и горки снова заработали мы уже находились нагулялись и сейчас возможно опять будем на горке только на другие попробуем хотя конечно я только вот эти большие наса на которых мы уже катались но все же сходим на одну маленькую среди детей покатаемся пришли на другие немного горки правда меня немного смущает то что здесь одни дети катаются несмотря то что здесь одни дети катаются нам разрешили ездить потому что тоже можно взрослым просто их здесь нету но мы решили было не было прокатимся на маленькой горке но ощущение конечно по разному кого-то спина заболела резко мне так было нормально даже не страшновато но страшно за то что у меня телефон в руке а так в целом неплохо можно кататься если ничего больше нету здесь еще есть такое зимнее развлечение корея она кстати очень популярна с давних времен насколько я знаю но мне кажется у нас россии что-то подобное тоже я раньше видела когда-то давным-давно я конечно сама так не каталась но вот что-то наподобие такого помню решили скатиться на таких на канатке или как это наталья называется вместе с мужем сейчас будем надевать все снарит снаряжение здесь немного доплачивается сумма от нашего сказать от нашего билета поэтому сейчас идем подготавливаться будем и полетим вот так мы летали только что расстояние совсем небольшое но я уже на таких летал и на маленьком и на большом летала не задашь как сказать как называется уже забыл и слово но муж меня первый раз таком прокатиться и поначалу было страшно но как боец он все выдержал мы перекусили сейчас будем подвигаться в другом в другом другом город а точнее но перед тем как выехать я вам все покажу какое здесь есть развлечение заезжаем город тэджон и сейчас поедем в одно интересное место так как у нас сейчас праздники бесплатная дорога у нас все халява встречать нас не платим за дороги в общем мы доехали на так как выходные уже много билетов распродано все по времени здесь и то что нам досталось это я не даже не поняла какие зала мы сейчас идем и пойдем смотреть на вообще хотела посмотреть на робототехнику на все вот это вот как там собачка бегают робот было интересно конечно но уже все распродано в связи с выходными и поэтому идем посмотреть то что нам досталось здесь много разных зданий все подписаны но жаль что не везде есть возможность нам пройти сейчас спасибо за субтитры сделал DimaTorzok я тут значит с ним хожу а он в любви другой девушки признается уже ты посмотри успела только отвернуться пошли дальше прогуливаться честно уже устали смотреть все какие машины были тут здесь зашли уже в другой отдел вроде бы как все техника делается и все такое как машину вот собирают роботы я так понимаю это прям кусок машины стоит на территории много очень разных зданий музеев и здесь в каждом есть по несколько читальных залов здесь вообще в целом мало людей в этом здании вина других потому что очень много именно в читальном зале люди отдыхали а а здесь как-то не особо кстати почему-то людей я мне кажется тоже интересно здесь как раз первый раз будем за день кушать полноценно время просто 5-й час и наконец-то у нас зашли до этого руки потому что до этого мы только питались перекусами здесь на территории парка получается есть небольшой кафе причем полу густое поэтому мы сели здесь возле окошка здесь рядом речка и сейчас дальше посмотрим выберем место куда еще поехать и потом уже встретимся в мотель наверное там ждут что-то у меня уже ноги даже подустали сейчас немного отдохнем покушаем заказали такую вкусняшку у меня курица с рисом и в отрасли здесь мужа он уже меня голодный сразу начал кушать здесь у него курика мясо свинина с кимчи пожаренная тоже и рисик и такие супчики мы покушали сейчас будем выезжать на смотровую площадку чтобы после поливаться городом тэйзон я знаю что он очень крупный чуть меньше чем пять крупных городов кореи там 6 чуть поменьше но все же очень большой город и хочется посмотреть на него с высоты поэтому сейчас будем выдвигаться ехать нам примерно час красно шли не немного отдохнем от ходьбы потому что многие за устали и потом будем смотреть отель искать все не смотрели поблизости думаем заселиться что мне нравится в корее так это чистые туалеты без всяких шуток просто в любом парке в любом месте просто заходишь чистота во-первых никакого запаха хотя туалет общественные очень часто пользуются тем более возле такого большого парка где большое количество людей каждый день но все же приятно очень большой плюс есть кусочек города тэйзона вот здесь вот мы были очень много там дальше знаний очень интересно нового многие не попали буквально в трех пыли которая бесплатная остальные уже все билеты были распроданы ну хотя бы что-то посмотрели сейчас идем на парковку забираем машину и едем в общем мы немного расстроены так как на смотровую площадку мы не можем попасть потому что там закрыта дорога четыре километра не доезжая до нее есть информация что до конца февраля туда нельзя уехать в гору потому что она немного крутая и обледеневшая теперь поэтому нас дружненько всех развернули обратно либо идти туда пешком но четыре километра мы не готовы морально идти сегодня уже даже поэтому едем в отель забронировали отель зато с видом на город поэтому хотя бы так убьем этого зависит можно сказать едем туда заново обратно в центр города катим наш чемоданчик на заселение я думала это другое здание вообще когда выбирала и в общем маленько перепутала и не тот отель выбрала но тоже классно сейчас пойдем посмотрим что там за номер у нас холле небольшое ожидание на заселение есть очередь поэтому что им ждем здесь ну что у нас восьмой этаж едем смотреть какой же открывается вид с номером надеюсь будет хороший потому что я перепутала отель будет очень обидно конечно быть если что-то другое выходим а сейчас рассказ будет как мы отбивали номер который был указано фотографиях вот и что-то и что я не могу будет строить отсюда было все получать так что-то так что я вам хочу дождеться как-то очень много получил Актуальность. Актуальность. Это такой номер мы с таким видом отвоевали, потому что фотографии было заявлено одно, а мы на восьмом этаже зашли в номер, и там было совершенно другое, просто были квартиры рядом, просто вид, и там кусочек этой речки, точнее, а сейчас вот такой, еще и на четырнадцатом этаже, бесплатно нам поменяли, это благодаря мужу-актеру. Просто Оскар за такие виды, просто красота. Сделаю небольшой обзор, как заходим, здесь такая ванная комната есть совмещенная, очень симпатично мне, также есть небольшой шкаф, открываем, так, сейф, я сюда носки положу, чтобы не украли, шкаф есть, и идем дальше. Комната небольшая, прекрасное, красивое зеркало, мечтаю, чтобы у нас такой дом был когда-нибудь, и такая небольшая комната, но очень уютная. Еще свет выключим, мы потом фонарики все зажгутся, и будет классный вид, когда выключим свет. А сейчас пойдем посмотрим, что у нас вокруг есть, и пойдем за кофе. Так как сегодня вымотались, было решено никуда сильно не ходить, просто заказали курицу и купили пиво, чисто по-корейски, и будем в отеле сидеть и отдыхать, глядя на такой прекрасный вид. Потому что силы под конец вечера у нас уже окончательно закончились. Так что, а завтра уже будем с новыми силами покорять новые вершины. Так что, вот такая у нас вкусная курочка, и вот с таким красивым видом. Ну, шикардосина. Ну что, друзья, доброе утро, мы проснулись, и сейчас уже собираемся, будем выезжать, потому что нам ехать час до одного места, куда мы собрались, запланировали. Ну, а отели, коротко и ясно, цена действительно соответствует своему качеству, потому что, ну, нам очень понравилось, просто классно. Один из классных отелей, с хорошим видом, и за окном нас радует прекрасная погода, сегодня очень солнечно, намного теплее, чем было вчера. Поэтому сейчас будем выезжать уже. А мы тем временем уже выехали, время почти 11. Мы взяли вот такие себе перекусы. Это булочка с картошкой, можно сказать, хлеб с пюреем и кофе. И сейчас будем выезжать, нам 40 минут ехать, поэтому такие красоты здесь рядом с отелем у нас были. Мы вчера даже сильно устали, даже сильно они ходили вокруг. Не смотрели, что здесь есть. Так что сейчас опять по городу проедем, прокатимся, посмотрим, что тут есть. Мы приехали, теперь нам предстоит подниматься вот на эту лестницу. Сколько времени в пути будем, не знаем. Так что пойдем начинать наш путь. Прошли 2 минуты, и здесь такой мост подвесной идешь, он немного шатается. Там дальше есть дорожки. И потом пойдем туда, поднимемся на смотровую площадку. Ой, я представляю, как здесь осенью и летом очень красиво, мне кажется. Прям классные виды. Прошлись по этому мосту. Здесь много дорожек разных. И здесь в лесу много построенных скворечников на деревьях. Прям большое количество. Подходим вот к такой смотровой площадке. Сейчас поднимемся наверх. Посмотрим, какой там вид открывается у нас. Интересно построено. И сейчас пойдем по кругу. Здесь подъем идет. Блин, но осенью сюда обязательно надо приехать. Но это же вообще шикардосина, по-моему, в золотую осень. Итак, мы поднялись на эту башню. Здесь люди фотографируются все. Открывается очень красивый вид. Эта башня, причем, написано, немного шатается. Когда на нее поднимаешься, немного слегка пошатывается. Чуть-чуть заметно. Горы вообще красивые. Скалы такие. Спустились той смотровой площадки. Сейчас идем по мосту обратно. И будем подниматься еще выше уже по лестнице. На другую смотровую площадку. Откуда будет открываться вид на этот мост. Я думала, что мы будем по лестнице подниматься. Я не думала, что под такой каменистый. Поэтому путь будет нелегкий. Ну что, половина пути пройдена. Здесь уже такие лестницы построены. А вид уже открывается более красивый. Осталось еще совсем немного. Так что продолжаем путь. Ну что, мы большие молодцы. Мы добрались. Хоть и, наверное, минут 8 поднимались. Но была крутая гора и лестница. Но все же все сложности уже позади. Открывается красивый вид. Сейчас покажу, что здесь есть. А тем временем мы уже начали обратный спуск. Хотя развилок очень много. Там большое количество людей в разные стороны идет. Но у нас, так как время ограничено, мы уже начали спуск. Конечно, здесь поход в горы вообще очень популярное направление. Спустились нинца. Здесь такие красавчики из живот, оказывается. Здесь рядом есть небольшой скверчик. Зона отдыха такая. Можно на лавочках посидеть, отдохнуть. Ну а мы уже идем в машину. Так как нужно выезжать. Нам еще несколько часов пути домой ехать. Поэтому сейчас хотим пораньше выехать уже. Насмотрелись все, нагулялись. Пора и честь знать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!